Мы спали, громыхнуло и все. От такого мощного хлопка этим утром проснули жители Камско-Устинского района. Некоторые из них даже подумали, что началось землетрясение. До Сюкейова сколько только? Отсюда? Да. Ну, 4 километра. Ну, тоже ребята говорят, что трясло. Все произошло в 5 утра и только спустя несколько часов жители узнали, что причиной всему стал взрыв на местном руднике. По нашей информации взрыв произошел буквально в 5 метрах от выезда из шахты. Сейчас это место скрыто от нас за деревьями. Увидеть все своими глазами и попасть на территорию у нас сегодня просто не получилось, потому что средств массовой информации сюда не пускают. На заборе висит вот такой вот замок. Внутри работают представители Следственного комитета и прокуратуры. И комментировать ситуацию на месте они просто отказываются. Что именно случилось этим утром на гипсовом руднике, позже нам рассказал прокурор Камско-Устинского района. По предварительной версии два сотрудника предприятия Фоника Гипс закладывали взрывчатое вещество Аманал. Уже когда возвращались обратные из шахты, остатки Аманала, которые каким-то образом оказались в машине, хотя быть их там не должно, сдетонировали. 25 килограммов взрывчатки буквально разорвали автомобиль на мелкие части. Тела не найдены. Есть частицы тел. От взрыва автомобиля остались только куски. По факту взрыва на гипсовом руднике уже возбуждено уголовное дело по статье «Несоблюдение техники безопасности, повлекшее гибель людей». В настоящее время следствие полагает, что рабочие погрузили в автомобиль Тару, которая, как они полагали, была пустая, в которой ранее находился Аманал. При этом они не убедились в отсутствии взрывчатки. Когда автомобиль выехал за пределы гипсового рудника, произошла детонация. В рамках расследования уголовного дела будет сдана правовая оценка действий должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на производстве. Уголовное наказание по статье предполагает до 7 лет тюрьмы. Следствие продолжается. Сергей Хайдаров, Рамзель Гарипов, ТНВ, Камско-Устинский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова